Это такая художественная традиция новой волны. Она началась в 2010 году и вот продолжилась в Сочи, где через несколько дней стартует уже во второй раз международный конкурс молодых исполнителей. И сегодня на барельефной доске, которая выполнена сочинским скульптором Вячеславом Звоновым, каждый из присутствующих мог оставить свой символ. Как и полагается градоначальнику, я изобрел главный символ нашего города, это герб города. И, конечно, я думаю, что я по большому счету выполнил поручение наших горожан, потому что каждый из наших горожан гордится своим городом. Эмблему Киева «Каштан» лепила участница из города Каштанов Галина Безрук. Конкурс для нее необычный сразу по двум причинам. Галина скоро станет мамой, и она впервые будет исполнять акторскую песню «Небо это тебе» Дмитрия Банова. Сюрприз, по ее словам, для зрителей Сочи. Кастинги проходили намного раньше, чем я успела узнать об этом. Конечно же, мы сразу поставили в известность организаторов и решили, раз уж конкурс Евровидения прославился беременной участницей из Мальты, то почему поняли не прославиться и конкурсу «Новая волна»? Сегодня с участниками – это все те, кто вышел в финал конкурса, пообщался друг «Новой волны» Филипп Киркоров. Он не только сегодня дает свой очередной концерт фестивальным, но и остается работать в составе жюри международного конкурса. Вы прошли серьезный отбор, вы прошли серьезный конкурсный отбор. И здесь случайных артистов нет, здесь все достойные. А дальше уже конкурс. 9 сентября, когда уже будут названы победители «Новой волны», на улице Новогинской состоится торжественная закладка скульптурной дизайнерской композиции, отлитой в бронзе. Хочется доделать, вот это сделать, бронзу поставить, чтобы это люди потом вспоминали, смотрели, и участников, и кто это сделал. В общем, очень будет приятно. И сегодня же прошла церемония гашения памятной открытки, выпущенной при поддержке Почты России в честь 15-го юбилея международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Песня «Новая волна» Песня «Новая волна»